Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Изначально этот ролик планировался про мониторы с высоким разрешением, под которые так классно подходят видеокарты RTX 3000. Но так как известный многим магазин Computer Universe выложил цены на новые видеокарты RTX 3080 и RTX 3090, то я решил рассказать вам также и про них. Ну а после разберемся какие мониторы под какие видеокарты лучше брать и какие интересные модели сейчас можно найти на рынке мониторов. А перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте перейдем к ценам, которые думаю многим не понравятся. Я еще в прошлых видео озвучивал цену которую я предполагал и многие мне тогда написали что я не прав и цена будет как на сайте Nvidia. Так вот теперь более менее адекватно уже можно говорить о ценах. Цена на RTX 3080 в немецком магазине начинается с 750 евро и модели чуть получше стоят уже 800 и выше. По нынешнему курсу 89 рублей за 1 евро мы получаем 66750 рублей за самую простую версию и 71200 рублей за более крутую. Но есть одно но, это цена в Германии, которая как правило ниже местных магазинов. Так что у нас цена будет еще выше и примерно как я и говорил около 70-75 тысяч рублей. Но вполне возможно что и больше. А что касается RTX 3090, то она стартует от 1600 евро, что уже 142000 рублей. Так что цена на не референсные видеокарты как и ожидалось не будет такой же как на сайте Nvidia. Ну и давайте перейдем к выбору мониторов под видеокарты Nvidia Ampere. Я уже как-то говорил, что нет никакого смысла брать RTX 3070 под разрешение 4К, а RTX 3090 под 8К. И сейчас я хочу немного разъяснить почему я так думаю. Возьмем к примеру RTX 3090 и телевизор 8К. Как думаете сколько по времени она сможет выдавать комфортные 60 кадров на таком разрешении? Я не думаю что больше двух лет, так как Nextgen уже на пороге. То же самое касается RTX 3070 и мониторов 4К. Сейчас можно взять такие связки и покайфовать. Но что вы будете делать дальше, когда мощности видеокарты уже не хватит? Конечно если у вас есть бюджет менять видеокарту каждые пару лет, то можно себе позволить гейминг 8К или взять простенькую 3070 и погонять в 4К. Но ради здравого смысла я себе представляю расстановку сил именно так. RTX 3070 это видеокарта под 2К или с огромным запасом под Full HD. Также она неплохо справится в Full HD на мониторах с большим количеством герц. RTX 3080 это видеокарта под 2К с хорошим запасом или с меньшим запасом, но под 4К. Насколько точно хватит 3080 в 4К покажет только время, но в ближайшие годы она точно справится с таким разрешением. А вот RTX 3090 это видеокарта именно для 4К, в отличном FPS сейчас и достойным FPS в будущем. Что касается характеристик самих мониторов, то тут главное обращать внимание на тип матрицы. Самым лучшим вариантом будет взять монитор с IPS или VA матрицей. А вот мониторы с матрицей TN хоть и имеют большую герцовку за малый бюджет, но по качеству явно проигрывают первым двум. И давайте посмотрим на мониторы в разрешении 2К и 4К. Я сделал подборку как дешевых моделей, так и более дорогих, а ссылки на все мониторы вы сможете найти в описании. Самая простая и хорошенькая моделька с разрешением 2К сейчас обойдется вам в 18 тысяч рублей. Это неплохой моник от Alok с матрицей MVA и частотой 75 Гц, а царский размер в 32 дюйма делает его еще более привлекательным за такой бюджет. Чуть дороже можно отметить моник от Самсунга на 144 Гц и матрицей VA. Но по такой монике все же советовал бы брать RTX 3080, чтобы ощутить эти герцы в крупных проектах. Хотя для онлайн игр с головой хватит и RTX 3070. Дальше на рынке можно отметить монитор от Alok уже с матрицей IPS на 27 дюймов. И примерно за тот же прайс есть моделька от Acer, которая лично мне кажется идеальной за свои деньги. Тут вам и 75 Гц с IPS и задержка всего 1 миллисекунда. В общем просто пушка за свои деньги. Дальше можно отметить неплохой Самсунг на 27 дюймов с частотой 144 Гц. Сует он конечно не дешево, но зато у него очень красивые рамки, которых практически не видно. И еще на пару тысяч дороже можно взять отличный Acer также на 144 Гц. Но если вы хотите получить Nvidia G-Sync, то вам придется отдать немалые деньги за такое счастье. Например самая адекватная модель начинается от 30000, но даже она основана на матрице TN. Зато имеет 165 Гц и если вы занимаетесь киберспортом, то это будет неплохое приобретение за свои деньги. В общих чертах все эти мониторы будут отличным приобретением под RTX 3000. Несмотря на количество Гц, вы все равно получите качественную картинку в разрешении 2К. А вот что касается 4К, то тут все немножко дороже. Например самый простой монитор обойдется в 23000 рублей. На этом LG стоит IPS матрица на 60 Гц, что в целом очень даже неплохо для такой цены. Я бы назвал этот монитор входным билетом в 4К гейминг, когда на видеокарту хватило, а на монитор бюджета осталось маловато. И за такой же прайс можно взять монитор от Samsung на 28 дюймов. А вот буквально чутка дороже у Samsung есть монитор с матрицей VA на 32 дюйма. Для любителей больших экранов это очень хорошая модель за свой скромный прайс. Из мониторов с большим количеством Гц и разрешением 4К можно выделить вот такую модельку от AOC на 34 дюйма. Она имеет разрешение 3440х1440 и частоту обновления экрана 100 Гц. Но отдать за такой монитор придется уже 35000. А если у вас бюджет чуть больше, то можно присмотреться к модельке от Acer на 144 Гц. Но как видите за большую частоту обновления в высоком разрешении придется отдать немало денег. Также всегда проверяйте мониторы на наличие засветов. Очень часто попадаются мониторы в которых можно увидеть пятна на определенных цветах или под каким-то углом. Такие мониторы не стоит покупать, а такой дефект по сути является браком. Также немного хотелось бы рассказать про время отклика. Очень многие считают что разница между 1 мс и 5 мс это очень много и надо брать только 1 мс. И если честно, то разницы вы вряд ли заметите. Конечно если вы очень много времени проводите в онлайн играх и хотите получить максимальную отдачу от монитора, то лучше взять именно 1 мс. Но если вы просто играете в одиночные проекты или покупаете монитор и вовсе не для игр, то нет никакого смысла гнаться за этим показателем. Также у каждого монитора указывается максимальная яркость. Измеряется она в канделах на метр квадратный. И чем выше это значение, тем более ярким будет монитор. Поэтому идеальным вариантом при выборе монитора будет пойти и посмотреть их лично в магазине, чтобы вы точно могли понять какое именно изображение вам нравится. Тот список мониторов которые я вам рассказал это далеко не все хорошие мониторы на рынке. Если говорить про все достойные модели, то ролик затянется минут на 20. Так что я рассказал вам про модели которые нравятся лично мне и которые имеют неплохие характеристики. Ну а что касается самих видеокарт RTX 3000, то они как и все остальные видеокарты будут работать с любым монитором. И покупать обязательно под них моник с большим разрешением не нужно. Но вот если отталкиваться от цен на мониторы, то лучшим приобретением будет именно простой монитор на 4К. И если у вас есть бюджет на 3080 или 3090, то я бы постарался перейти именно на 4К. На первые года нового поколения игр этой видеокарты хватит для 4К. А как правило сам nextgen мы увидим только через пару лет, когда появятся проекты которые действительно смогут нагрузить видеокарты топовой графикой. И если вы сможете через какое то время просто поменять видеокарту, то я бы так и сделал. Но если вы покупаете топовую видеокарту с запасом на года, то идеальной связкой будет 2К и RTX 3080. Конечно это мое мнение и многие могут быть с ним не согласны. Но вы посмотрите сколько FPS выдает сейчас 2080 Ti в 4К. И представьте что вы купили RTX 3070. В нынешних играх вы действительно сможете комфортно играть в 4К. Но как только какая то игра высадит вашу RTX 3070 и покажет 40 кадров, то вам придется либо менять видюху либо монитор. Так что я советую здраво относиться к подбору монитора для новых видеокарт. И хоть скачок производительности действительно есть, но разгоняться на 4К на средней карте пока что еще рано. А вот 2К стал теперь наоборот очень доступным и теперь даже на средней видеокарте вы получите отличнейший FPS. Ну а вы напишите свое мнение в комментариях про высокое разрешение и видеокарты RTX 3000. А если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете всегда задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.